на этот раз мы посетили музей палеонтологии в городе штутгарт германии музей начинается еще снаружи видите вот эту белую линию слева она покажет геологическое развитие земли от ее появления до наших дней один миллиметр этой линии равняется одному миллиону лет до музея нам представлен до кембрии самая ранняя и самая длительная часть геологической истории земли в до кембрии когда земля остыла появились континенты и океаны появилась жизнь однако миллиарда лет живыми организмами оставались бактерии позже к ним присоединились примитивные одноклеточные лишь войдя в музей мы попадаем фанерозой когда жизнь на земле начала свое бурное развитие первые экспонаты нам подают дионский период а именно нам показана эволюция от рыб до первых четвероногих животных вначале мы видим лопастеперую рыбу эустиноптерон следом за ней тикталик внешне он похож на тритона но это тоже лопастеперая рыба выше находится акантостега и это уже первый стегоцефал у него еще на лапках по восемь пальцев а следом за ним заменитая ихтиостега у нее кстати тоже еще было по 7 пальцев на лапках дышали они еще жабрами и большую часть жизни проводили мелководных водоемах далее мы попадаем в карбон в этом периоде появились первые настоящие рептилии вот это самый гелономус привычные всеми нами нелюбимой плесени в это время еще не было поэтому погибшие растения не гнили как сегодня а превращались в уголь вот и период называется каменоугольным то есть карбон да а смотри наверху такая огромная стрекоза магоневра углерод а к оставался связанным в погибших растениях углекислого газа в воздух поступало меньше а вот кислорода стало значительно больше от избытка кислорода насекомые могли позволить себе прибавить в росте вот какая-то гигантская стрекоза меганевра или какая-то двухметровая сорока ножка артроп левра вот мы перешли к теперь уже в пермский период это у нас зверозубые рептилии цинодонты которые прятались от своих хищных сородичей в норках концу перского периода во время великого вымирания большинство зверозубых ящеров благополучно вымерло но вот мы добрались до триаса первый период мезозойской эры здесь мы видим морскую рептилию нотозавра а снизу плавает плакодонт его зубы специально приспособлены для того чтобы размягчать моллюсков вокруг них плавают похожие на наутилусов церротиты тут на заднем плане у нас стоит тенострофеус в этой рептилии по отношению к телу была самая длинная шея в мире в этой шее насчитывается от 12 до 13 позвонков и тем не менее она была недостаточно подвижной палеонтологи до сих пор думают как-то нестрофе мог охотиться с такой шеей в триасовом периоде европа выглядела маленькими островками поэтому основные окаменелости триасового времени это морские животные вот тут сверху мы видим скелет вымершего слона динатерия у которого бивни росли из нижней челюсти прямо вниз но мы до него еще дойдем потому что он из более поздней эпохи это перед нами скелет древнего крокодила бодрохотомбуса а за ним скелет гигантского земноводного мастодонтозавра древние крокодилы были в основном сухопутными животными так как в реках и озерах по-прежнему господствовали хищные земноводные это были монстры по 6 метров в длину и они не торопились уступать свою среду обитания нина смотрит и боится зайти в верхний и средний триас диорама сделана так хорошо что вы можете буквально зайти в нее и дословно оказаться в прошлом вот это вот кусочек реконструкции древнего леса вот этот вот самый бодрохотомба скелет который мы увидели только что вокруг нас растут гигантские хвощи эквизититы в лужу лучше не наступать там нас ждут челюсти голодных амфибий а это покрытое шестью животное одно из последних зверозубых рептилий переживших страшное пермское вымирание зовут его белиосодон а здесь у нас от бодрохотомуса пытается уползти панцирный крокодил паратипаторакс этот небольшой крокодильчик очень любил детей потому что был убежденным вегетарианцем я замечу что в этом палеотологическом музее большинство экспонатов это находки которые были сделаны непосредственно в земле бады мюнтеберг почти всю мезозойскую эру эта земля была морским дном лишь в триасовый период море время от времени отступала как например в нижнем компере все те животные которые тут были найдены обитали в заболоченных лесах личной дельты а это прячется от нас ящероподобный звереныш я думаю что это массатогнат он относится к цинодон там которые скорее всего были нашими предками однако массатогнат еще откладывал яйца он был вегетарианцем и составлял до пятидесяти процентов всей фауны триаса ну ведь бадракотомусу надо же было кого-то кушать мы заглянули в лужу и вот что я вам скажу купаться в водоемах триасового периода я вам точно не рекомендую видите сука тут всяких зубов клыки нижней челюсти мастодон завра ходили в отверстие верхней челюсти проходили он насквозь и торчали наружу возле самых ноздрей все что плавало в воде в триасом периоде были хищниками жрали друг друга и незадачных путешественников во времени поэтому неудивительно что в конце триаса многие из них благополучно вымерли еще лет тридцать назад палеонтологический музей города штукорта представлял гораздо больше коллекций ископаемых костей и скелетов и вход кстати был бесплатный однако посещаемость музея была почти нулевая вы могли прийти и спокойно выспаться на одном из каких-нибудь мягких диванчиков в итоге дирекция музея решила кое-что предпринять они наняли группу палеоскульпторов и те создали им прекрасные диорамы по всем эпохам которые представлял музей идея оказалась блестящей посещаемость музея настолько подскочила то месяцами на улице выстраивались длиннющие очереди особенно популярным этот музей стал для детей кости костями а вот взглянуть на модель настоящего динозавра все-таки интересней центральную композицию составляет динозавр триасового периода раньше тут стояло три скелета платиозавра сейчас остался только один но зато прибавилось целое стадо почти живых ящеров мы все еще находимся в триасовом периоде но теперь уже в его последнем отделе если до этого мы видели с вами только макеты всяких дверзубых ящеров и крокодилов то теперь перед нами наконец пристали настоящие динозавры со временем из платиозавров вырастут настоящие гиганты длинношейные зауроподы самые большие сухопутные животные на земле как мы можем судить по этой диораме болотистая речная дельта отступила на ее место пришли широкие просторы суши и климат стал переменно засушливым примерно как в современной африканской саванне все эти животные здесь пришли к высыхающему водоему нужно признать что за всю мезозойскую эру динозавры были хоть и заметной но не единственной группой животных например были такие как этот крокодиломорф сальто позух водоему он не лез вы сами видели только что там широкие распростертые челюсти лишь только после триасового вымирания крокодилы сунулись в опустелые водоемы и превратили знакомых нас крокодилов а в те времена всякие крокодиломорфы как сальто позух отращивали себе длинные и тонкие ножки чтобы быстро бегать например за нашими предками уже в триасе существовали настоящие черепахи как этот прогану хелис однако прятать свою голову в панцире он еще не мог и для того чтобы не дать откусить себе голову его шея была утыкана острыми шипами и хвост кстати тоже если я не ошибаюсь этот маленький птерозавр называется прион дактиль и считается самым древним и всех найденных летающих ящеров нашли его однако не в германии а в италии в местечке под названием удина но вполне возможно что прион дактиль или ему подобные могли обитать и в земле бадом вюнтерберг основные хищные динозавры которые тут представлены относятся к семейству целофизидов только что мы видели семейку прокомсогнатов а это перед нами лиленштерн в конце триасового периода землю ватом вюнтерберг затопило море и на последующие 120 миллионов лет на этом месте стало мокро там где когда-то бродили динозавры теперь плавали морские ящеры однако сотрудники музея решили расширить тему динозавров и открыли экспозицию посвященной развитию перьев раньше здесь на стене висел скелет каритозавра но он относился к красительно ядным гадрозавром и перьев не имел поэтому его отсюда выгнали долгое время считал что целофизис и его родственник прокомсогнат были каннибалами рецидивистами однако последние исследования показали что скелетики которыми были забиты желудки этих небольших хищников были не собственные детеныши а детеныши крокодила морфа санта позуха того самого тонконогого крокодилечка который мы тоже только что видели вот это вот перед нами реконструкция скелета лилийнштерна причем здесь он еще маленький на самом деле они вырастали более пяти метров в длину и набирали до 200 килограмм весе череп тиранозавра а это комсогнат помнишь ты его а маленького комсогната вы видели во второй части трилогии юрского периода на этой же реконструкции он покрыт перьями сейчас уже ни для кого не секрет что птицы произошли от динозавров они выделены в отдельный класс потому что они единственные животных кто обладает перьями и в то же время птицы относятся к подгруппе манерапторов в эту же подгруппу входят авиараптором обратите внимание у авиараптора уже клюв а не пасть и в черепе очень много отверстий для того чтобы голова не была слишком тяжелой имя авиараптора означает разбойник за яйцами а все потому что их скелеты находили на кладках яиц которые как предполагались принадлежали протоцератопсом динозавры предпочли погибнуть на гнезде чем убежать и бросить свое потомство доброе имя авиарапторов было реабилитировано но название тем не менее все равно не изменилось кстати яйца протоцератопсов до сих пор не найдено манератором также принадлежали и драмаезавриды помните знаменитого велоцираптора из фильма парк юрского периода вот он типичный драмаезаврид не находишь его погладить а чего да погладить его боишься сами же манерапторы относятся группе цирлозавров их еще называют пернатыми динозаврами в этой же группе был знаменитый тираннозавр рекс таким образом получается что птицы являются единственно выжившими динозаврами так что в следующий раз когда вы будете готовить куриный супчик вспомните о том что вкушать вы будете самого настоящего тироподового то есть хищного динозавра в ученом мире все еще нет единого мнения был ли тираннозавр рекс покрыт перьями для такого крупного животного жившего в теплых условиях иметь теплоизоляцию было не обязательно известные отпечатки перьев у ближайших родственников тираннозавра но также известные отпечатки чешуи и самого тираннозавра скорее всего перья были но они покрывали не все его тело а также еще нет однозначного мнения а были ли у тираннозавра губы а вот элозавр который заправдостного юрского периода хотя также относился к тироподам но перьями он скорее всего не обладал вот тут мы видим еще терь плотиозавра эстреасового периода и вот мы с вами попадаем в ранний юрский период германия его еще называют черной юрой такое название дано из-за характерного черного цвета горных пород которые встречаются в южной германии этот сланец еще называют шифером потому что тонкие но прочные пластины люди издревле использовали вместо черепицы и облицовки на домах германии сегодня можно встретить чешуйчатые крыши с природным черным шифером в основном черная юра известна по находкам окаменелости сделанных местечки хольцмаден во второй половине 19 века господин алвинхауф открыл карьер для бычи нефти но вместо нефти в итоге он стал добывать окаменелости их то мы и видим вокруг нас вообще юрский период считается самым теплым периодом за всю историю фанирозоя морская вода была настолько теплой что даже на полюсах не образовывались ледяные шапки в этих теплых условиях не уменьшилось а на против увеличилось разнообразие животного мира считается что юрский период был самым жизнеобидным периодом в истории земли самыми частыми окаменелостями кроме аммонитов дактилоцерс являются скелеты ихтиозавров такое большое скопление костей называют немецким словом лагерштед лагерштед ихтиозавров известны не только из германии но из других мест считается что эти морские ящеры в определенных местах собирались в большие стаи когда одномоментно появляется такое большое количество детенышей то хищники не способны сожрать всех эту тактику используют современные морские черепахи хищники конечно тут тоже представлены помимо крупных рыб это конечно же плеозавры ромалеозавр родственник плезиозавров и морские крокодилы такие как плотизух а вон там кто плавает сзади большой аммонит видишь мама аммонит мама всех аммонитов там плавают ихтиозавры были настолько водными животными что уже не могли выходить на берег чтобы откладывать яйца поэтому они рожали и рожали так как это делают современные дельфины их детеныши выходили на поверхность с хвостиком наружу чтобы не захлебнуться для некоторых ихтизаврих роды проходили очень тяжело они так утомлялись что у них не оставалось сил чтобы подняться на поверхность хлебнуть воздуха они тонули и вот тут начинается самое интересное море в местечке хольцмаден было мелкое примерно 150 метров глубину верхние морские слои были теплыми а вот нижний слой воды был холодным и более соленым из-за того что теплые холодные слои воды плохо перемешивались у дна кислорода почти не было в итоге затухление морского дна привело к образованию сероводорода и образованию так называемой зоны смерти упавшие на морское дно трупы не гнили их не ели падали щеки их не разносило морское течение они покрывались осадком и сохранились до нас как окаменелость причем осадочные породы были настолько тонкие что от некоторых иктиозавров сохранились даже отпечатки кожи так мы знаем что иктиозавры имели спиной плавник как у современных дельфинов и цветовая раскраска у них была примерно тоже такая же спина темная а брюшка светлая вот тут перед нами знаменитый отпечаток погибшего во время родов иктиозавра кстати с 2011 года также известно что и плезиозавры тоже рожали живых детенышей но рожали они только одного и уже очень подросшего родильный дом иктиозавров просуществовал менее двух миллионов лет но он сохранил нам больше окаменелости чем весь юрский период после него и вот мы потихоньку дошли до позднего юрского периода он в южной германии зовется белой юрой широкая голубая лагуна исчезла на ее месте поднялись коралловые рифы ихтиозавра уплыли в америку а их место заняли крокодиломорфы например докозавр и его ближайший родственник геозавр эти метриархиды уже полностью приспособились для жизни в воде они утратили свой костяной панцирь и даже кончик хвоста у них был похож на рыбы и в целом они превращались на ушедших отсюда ихтиозавров морские подводные течения в этих местах уже были внушительные кости погибших животных разбрасывались по окрестностям поэтому окаменелости в белой юры представлены фрагментами а целые скелеты и вовсе большая редкость после юрского периода пришел период меловой а за ним и третичный мезозойская эра сменилась к назойской это были временно полные события насыщенные драматизмом но в южной германии они оказались настолько хороши чтобы сохраниться в палеонтологической летописи поэтому мы из русского периода попадаем в период четвертичный а именно в плестоцен и прямиком в пещеру к пещерным медведям вот тут у нас пещерный медведь стоит скелет пещерного медведя не смотря на свое имя пещерный мишка в пещерах не жил он там только зимовал хотя 90 процентов всех костей пещерных медведей были найдены в пещерах как мы видим не такой уж он и гигант но перед нами самочка а самочки и у современных медведей всегда меньше чем самцы поэтому пещерный мишка был крупнее чем даже современный бурый медведь как показало генетическое сравнение пещерный мишка родственник современным бурым и белым медведем изотопный анализ показал что мишка был сияден но все же больше предпочитал растительную пищу самым молодым костям пещерного медведя 26 тысяч лет это соответствует пику вемского оледенения предполагается что в южных областях европы мишки могли прожить дольше возможно что резкое похолодание их убило однако эти мишки 400 лет пережили неоднократное изменение климата а их численность стала снижаться сразу же после появления в европе кромальонцев поэтому ряд ученых считает что к вымиранию медведей причастны наши предки вот он человек из штайнхайма между прочим оригинал он кажется маленьким меньше чем череп современного человека несмотря на то что его определили хомо адельбергенсису считается что человек из штайнхайма был уже переходной формы к неандертальцам но это не наши предки точнее от их кинома нам досталось всего только от двух до четырех процентов человек из штайнхайма жил в период межледниковья здесь он представлен на бедренной повязке но в суровую зиму они носили настоящую одежду наверное что-то похожее как у жителей крайнего севера нина так испугалась мегалодона что от страха забежала на 10 миллионов лет назад в миоцен и чуть не попала под ноги двух дерущихся гомфотериев палеонтологическом музее штутгард лишь только недавно появилась реконструкция древнего озера которое было найдено недалеко от местечка штайнхайм там же где некогда был найденный человек из штайнхайма единственное только что человек из штайнхайма жил на 10 миллионов лет позже после падения метеорита и вымирания динозавров тот кусок суши который сегодня называется франции начал отделяться от остальной европы появился так называемый рейхский разлом разлом начинался от средиземноморья и проходил поперек через всю европу так что у франции некогда был прекрасный шанс превратиться в островное государство этот разлом заполняла вода кругом появлялись озер а вулканические газы время от времени убивали животных которые паслись на берегу сегодня по всей длине этой трещины течет река рейн со временем вымирания динозавров на земле продолжал оставаться теплые погодные условия даже падение метеорита не повлияли на изменение температуры но начиная с миоцена более 20 миллионов лет назад земля вошла так называемую ледниковую эпоху тем не менее до самого приста цены среднегодовая температура по всей планете не опускалась ниже нуля таких приятных условиях даже в европе обитали слоны и много диких обезьян однако в приста цены начинается настоящее каназойское леденение много диких обезьян вымерла а слонам пришлось превращаться в мамонтов обыватель часто считает что ледниковый период начался и пошел на самом деле это не так ледниковая эпоха дробилась на ледниковый максимум и времена потеплений в начале такие циклы составляли 45 тысяч лет но последние 5 из них стали продолжаться по 100 тысяч лет причем ледниковые циклы становились длиннее и холоднее закончилось это безобразие 11 тысяч лет назад и как полагается следом последовало массовое вымирание да да вот так же думали наши предки по крайней мере не без их содействия исчезла ледниковая мегафауна на этой замечательной диораме с полным воссозданием ландшафта того времени показана история мамонтенка димы по крайней мере время его гибели он повредил ножку и застрял в грязи его мама пыталась его еще спасти но как мы знаем все было тщетно мамонтенка диму нашли в сибири в прошлом веке 77 году он долгое время был единственной целой мумией мамонта перед нами лежит копия из гипса настоящий мамонтенок находится в петербурге в зоологическом музее иран и все ледниковой мегафауны мамонты оказались единственными крупными животными которые в изоляционных местах дожили до исторического времени египтяне уже построили все свои пирамиды и уже подумывали за чтобы взяться за такое новенькое а на острове еврангелья все еще паслись мамонты пока человек не уничтожил и их на этом наша экскурсия по музею подходит концу и мы возвращаемся назад в будущее конечно же мы показали вам не все что тут было кроме замечательных диорам музей представляет нам очень много окаменелость к тому же мы не показали вам янтарный кабинет где собрана уникальная коллекция животных заключенных в янтаре и посещайте музеи друзья и посещайте их обязательно с детьми чтобы они столкнулись с реальной историей с настоящими экспонатами работами многих поколений ученых всем пока и до новой экскурсии не клад это и назову кашки на тонны у меня